Всем привет, друзья! С вами Оля Мора и Марк тоже Мора. Я решила взять себя псевдоним, украсть фамилию Марка. Вы смотрите программу «Совый унифорсес» на Fashion TV. И сегодня мы протестируем что? Мазерати Леванте-С. У нас сегодня будут шикарные гости. Автогонщик Роман Русинов и... Никита Панфилов. Добыл. Но один у нас красивый, второй умный, поэтому нормально. Погнали! Я не поняла, у меня кресло, короче, горячее. Ты включал мне подогрев? Или она сама включает? Она сама включает, я так понимаю, просто когда на улице минус или какая-то просто прохладная погода, она сама включает. На нее все обращают внимание. То есть я этого, правда, не ожидала. Ходят, фотографируются, снимают в потоке. И как бы люди очень много смотрят, но не знакомятся. Очень понравилась строчка, очень понравилось, что все лаконично, все спокойно. Но из того, что мне не понравилось, мне очень не понравилась коробка, она, я не знаю, именно селектор. Селектор. Она не сразу втыкает передачи, то есть я переключаю, например, на паркинг ставлю, не знаю, ты обратил внимание? Она вместо паркинга включает заднюю, я включаю заднюю, она мне в нейтралку. Ну и как бы это, конечно, некомфортно. Помимо селектора, коробка мне очень понравилась, переключение, ну вообще отзывчивость хорошее. Что хочешь, скажи, получишь, где же, ааа, где же, где же, руку мою, где же, что хочешь, скажи, получишь, где же, ааа. Сейчас включим спорт режим. Ааа, нифига себе, как занесло, хренеть. А это еще ESP включено. Это жесть просто. Ну, ты знаешь, я себя прям так уверена, чувствую. Не, ну есть, конечно, прям такой, конечно, вообще, я же прям, вот и пармоз. А что можно так? А как тормоза? А прикольные, кстати, тормоза. Хорошие тормоза, да. Анька как пармоза там болтает сзади. Всем привет, меня зовут Роман Русинов, и вы смотрите программу So Many Horses на Fashion TV. И сегодня мне доверен, представьте себе, автомобиль Maserati Levan. Конечно, каждый человек, кто хочет купить такой автомобиль, первое, на что он обращает внимание, это на внешность. И я считаю, что инженеры Maserati все-таки поработали очень неплохо. И, конечно же, стоит обратить внимание на то, как эта машина выглядит спереди. Это действительно агрессивно. Мы сразу видим прекрасный логотип Maserati, который ассоциирует нас, естественно, с громкими Maserati MC12, с победами. И здесь, конечно, вложена вот эта вот культура итальянцев. Ну, а теперь давайте посмотрим на салон. Первый раз, когда я сел в этот автомобиль, не могу сказать, что он мне прям очень понравился. Но потом, когда проезжаешь несколько километров, ты понимаешь, почему итальянцы нарисовали его именно так. И, в принципе, все линии здесь сделаны очень правильно. Здесь действительно комфортный. Здесь очень правильный руль. Ну, а теперь давайте поговорим о количестве места на задних сиденьях. И тут волшебный способ, когда мы открываем заднюю дверь, мы находим, что места здесь достаточно мало. Поэтому, когда сажусь я, в принципе, здесь еще теоретически можно ездить. Но если вдруг в этот автомобиль попытается сесть не я, а Виталий Петров, то, Виталий, вам придется все-таки брать такси. Да, чуть не забыл. Самая популярная тема на сайте Soma InniHorses и, скорее всего, в телевизионной версии, это а можно ли здесь заниматься сексом на задних сиденьях. Не знаю, но места здесь мало. Давайте попробуем следующее. Можно ли открыть из салона сиденье? Посмотрим, смогу ли я их открыть за несколько секунд. А, ну, да, ну, да. Все, все, поделись, придется делать. Вот, теперь, все, 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 я открыл. Все, я нашел на фабелле удобный автомобиль, друзья. Все, непонятно, кажется, все, 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 все. И мы попадаем, не попадаем. Можно расположить, с учетом, что вы максимумом метр семьдесят пять и не больше. Пока Роман там раскладывает сиденья, попробуем удивить его, где идти. Роман, скажите мне, как девушка, я заниматься сексом бы здесь не стала. Во-первых, она сезжала обычно до того, как ты нашел кнопку. Ты видел, как ты только что прибил бы девушку этим сиденьем? А если бы она увидела вот это, то не было бы на тебя уже бы никогда. Никаких реакций бы не было. Нет. Конечно же, любой кроссовер должен обладать большим багажем. И, естественно, в Мазерайте это не исключение. Ну и, конечно же, ключ. Но обратите внимание, какой он крутой. Когда вы приходите в ресторан и перед друзьями вы кладете на стол ключ Мазерати, ну это реально круто, потому что он, помимо того, что он реально качественный, и, конечно же, он смотрится круто. Друзья, ну что, я действительно насладился этим автомобилем. И теперь пришло время передать этот прекрасный гоночный болид, если так это можно, конечно, назвать, нашему звездному гостю Никите Панфилову. Ну что, доброе утро. Так, я поняла, ты решил сразу проснуться. Прикольно. Нравится? Что делать, когда хочется драйва? Вот тогда я иду на такие-то герои. Погонять? Да, тогда я к брату еду на 911 покататься. Ну, это, знаешь, это такие одноразовые удовольствия. Это, знаешь, похоже на любовницу больше. Вот этот автомобиль. А, вот этот? Да, конечно, или этот 11. Мазерати, Бентли, Ламборджини. Это вторая машина. Да. Это люди, у которых есть возможность купить две машины, три машины. А теперь они сделали ее первой машиной. Смотри, какой ход. Слушай, а какой ты водитель города? Во-первых, это под настроение зависит. Если я куда-то сильно опаздываю, то я, конечно, порезвее езжу. А так я не люблю нарушать. У меня единственный штраф, который приходит в письме счастья, за превышение. Ну, не могу я там где 40 ехать. Ну, вот есть, никого нет, да, например. И написано знак 40. И я не могу ехать 40 метров в час. Ну, смотри, вот сейчас мы едем. Вот, например, даже для такой машины. Вот 40 метров в час, что это? Ну, да, можно усунуть. Унылое, да, вот оно. Унылое оно. Оно, да. То, что ты не любишь, зачем делать самому? Вот я ненавижу, когда люди вот это вот подрезательство. Зачем же я буду делать это сам? Я считаю, что это скотство, честно. Не то, что... Ну, опасно, это ладно, он докатается когда-нибудь. Главное, лучше пусть он в столб режется, чем в кого-нибудь другого. Потому что другой человек едет спокойно. Вот такой ублюдок, честно. Потому что очень злит. Зачем это делать? Так вот быстрее. Вот он два раза меня подрезал, а стоит вот здесь передо мной. Смысл тогда? Ну, вот услышите меня те, кто играют в шашечки, те, кто подрезают. Потому что все вернется к вам. Каждому. Ну, а ты получаешь кайф от вождения? Да, конечно. Вот сейчас вот, например, мне нравится. Да я бы никогда не пошел на передачу, если бы мне это не нравилось. Поехать на Мазератти. Когда еще получится такая штука? Надеюсь, что скоро. С сотрудниками ГИБДД у тебя бывают встречи? Да, конечно, бывают. Еще когда давным-давно гаишники взятки брали, потому что сейчас мне не попадаются гаишники, которые берут взятки. И это, слава богу, это очень круто, это замечательно, это прям не может не радовать. Но раньше, когда брали взятки, остановил один гаишник, взял мои права, и такой, ну что же мы проезжаем на красный свет-то? А там как-то я то ли не заметил, я уже не помню ничего, почему, но я проехал на красный свет. Вот. Так что же мы нарушаем-то? Я говорю, может быть, как мы договоримся? Не вижу никаких препятствий, Никита. Я даже договорить еще не успел. Я говорю, может быть, мы не вижу никаких препятствий, Никита. Владиславович, положите в машинку, вот так, закиньте мне. Так что у меня несколько встреч было. Забавно. И особенно они так мастерски манипулируют ими отчеством. Ну как же так может есть Никит Владиславович? Так стыдно становится, что ты Никит Владиславович, а ездишь плохо. Вообще, вроде как серьезный, приличный человек. Пошел, а права забыл у него. Ну куда же вы пошли, Никит Владиславович? Особенно мне нравится этот спорт-режим, звук. Для мужчин очень важно, потому что мужчины любят душами. И машины, они тоже любят душами. Прикольная машина. Особенно вот эти строчки, это мое больное место. Мне прям очень нравится. А карбон? Карбон, да, но вот эти строчки на коже, это прям отдельная песня. Наш тест-драйв подошел к концу. Мне все понравилось, вот кроме коробки, как я уже говорила. Коробку надо дорабатывать. Спасибо, что вы были с нами, смотрели. Это So Many Horses. Читайте нас, смотрите и оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok